Подведу итог этому проекту, но сначала послушаем вопросы. Нет? У вас вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Если я весь год ходил на репетиции, но по окончанию года я не стал лучшим из лучших, вы меня не возьмете на пор? Нет, почему? Это создание для того, чтобы ты был лучшим из лучших. Это не соревнование. Ты делаешь это для себя, чтобы тебе было весело, чтобы ты что-то делал. То есть тут нет отбора на лучших, здесь нет конкурса. Это просто праздник, это просто вечеринка. Возьмут, возьмут. Грубо говоря, если ты будешь очень круто танцевать, если ты действительно, ну, реально круто будешь танцевать, ты реально будешь этим гореть, почему нет? Мы тебя спокойно возьмем, только танцуй. Спасибо. Вопрос следующий. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Как бы университет имени Герцена регулярно каждый год проводит зимние и осенние балы. То есть это очень такое массовое мероприятие, на которое тоже очень большое количество вузов приходит. Вот как вы думаете, вы сможете конкурировать? И сможете доказать, как бы, что вы лучше и подготовитесь к этому? Здесь вопрос не в конкуренции. Мы это делаем чисто для себя. Мы делаем, чтобы мы отдохнули, чтобы мы зарядились позитивом. И тут у нас же прям не бал, у нас как такая, ну, по сути, тематическая вечеринка. Вообще, мы хотим сделать это как традиционным движением, то есть вот эти вот балы, а-ля круглый год. Мы хотим посмотреть, что вообще из этого получится, потянется ли народ. И если реально будет большое количество, мы будем дальше развивать этот проект. Просто в этом году финальная точка – это именно вот эта вечеринка на кораблях. То есть в этом году так. Возможно, если этот проект пройдет, мы сделаем какой-нибудь бал. Конкурировать мы ни с кем не собираемся. Мне кажется, мы такой вуз, который не должен. Да, мы без конкуренции. Нам как бы, нам не нужно. Потому что вы век лучше всех. Я понял. Ну, поскольку я так понимаю, что вопросов нет, у меня есть очень такие сложные немножечко вещи. Я бы, может быть, вам предложили немножко другое сделать. Хотя мне это все очень нравится, то, что вы делаете. Но вы говорите, что вот Санкт-Петербург – очень хороший город, очень красивый город. А танцуй пока военмех. Да? Пока военмех. Почему пока? Пока военмех. А танцуй пока военмехе. А после чего-то, что уже старый, жирный. Мне кажется, что танцуй пока военмех, мне кажется, будет более. Потому что пока военмех, а лиц это уже на всю жизнь. Я бы вам предложил ваш проект немножечко сделать по-другому. Это мое предложение. Хотите, оставайтесь, как вы думаете. Вот смотрите. Раз в месяц военмех танцует на разных площадках нашего города. Например. Например. Октябрь месяц. Стрелка Васильевского острова. Где есть и познание истории, и танцы. Например. Декабрь. Танцуем зимой в Павловске. Да? Например. Январь. Танцуем на площади... Ну, в мае там на площади Победы вальс танцуем. Да? К примеру. Ну и так далее. То есть каждый месяц вы выбираете некую адресность. И под это дело уже строите программу с теми танцами, которые там возможно танцевать. Потому что, скажем, зимой на Масклинице можно танцевать русские танцы. А на площади Победы, в День Победы, да, можно танцевать вальс. Победный вальс. Почему нет? И тогда все студенты потихонечку освоят и народные танцы, и классические танцы, и бальные танцы. Мне кажется, что здесь чуть-чуть пошире будет. И это хотелось бы войти в наш план, но это помимо студ-видео. То есть мы хотим организовать флешмобы ежемесячно. Если это получится, это будет здорово. Но мне бы не хотелось, чтобы это были флешмобы, а мне бы все-таки хотелось, чтобы это были такие познавательно-танцевальные программы. Ну, мы продумывали этот момент, но... Немного в иной форме, но мы это тоже продумывали. И у нас возникла одна небольшая проблема, это концепт безопасности на сегодняшний день. У вас есть целое направление МЧС. МЧС? И патриоты. Вот, вот. Они будут обеспечить безопасность, вы будете обеспечить культуру танцевознания, я буду вести и зарабатывать на этом деньги. Замечательно. Каждому свое. Нет, но я же знаю, к кому прийти, чтобы вам дали стрелку Васильевского острова разрешения. Я же знаю, куда прийти, чтобы вам дали разрешение на площади Центрального района, хотя это уже знаю не только я один. Если это получится, мы будем только рады. Хорошо. Правда, было в планах, просто сейчас мы хотим вообще посмотреть, ну, кто пойдет. Сначала начинается любое дело с идеей, которая ложится на план. И задаются три вопроса. Где, когда и для кого. А все остальное уже решаем. Спасибо большое. Танцуй, пока, военверг!